Здравствуйте, клиника НАТО ДЕНТ, и сегодня мы поговорим о таком деликатном вопросе, как неприятный запах изо рта, или, если выражаться стоматологическими терминами, галитоз. Галитоз достаточно часто встречающееся явление у детей, и поэтому сегодня я постараюсь подробно рассказать вам об этом вопросе, о причинах и о методах устранения. Начнем с причин. Основная и самая главная причина неприятного запаха изо рта у детей – это дисбаланс микрофлоры в полости рта. Когда этот баланс нарушается, начинают свою жизнедеятельность так называемые вредноносные микробы, например, кишечная палочка или определенные виды стриптококков, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют продукты распада, которые и могут давать вот этот неприятный запах. Баланс микрофлоры в полости рта может нарушаться по ряду причин. Соответственно, самое главное из них, и чаще всего встречающиеся, это какие-то определенные погрешности в гигиене полости рта. То есть, либо ребенку еще не начали чистить зубы, либо это делается недостаточно качественно, и это чаще всего встречающаяся причина. Второй причиной является грибковая инфекция. Некоторое количество грибков в полости рта в норме в микрофлоре должно присутствовать, но при определенных условиях их количество может увеличиваться. Например, одной из таких причин является употребление большого количества сладких продуктов. То есть, если в рационе ребенка присутствует много сладостей, это тоже может являться одной из причин увеличения количества грибков в полости рта и, соответственно, последствия неприятного запаха изо рта. Третьей причиной является изменение состава слюны. Тоже по ряду причин количество слюны может либо уменьшиться, либо может измениться ее состав, может изменить ее вязкость, и это тоже может приводить к таким неприятным последствиям. Еще одной причиной является наличие кариозных, либо сильно разрушенных зубов. Потому что любой нездоровый зуб – это хронический очаг инфекции, где скапливаются в большом количестве зубные отложения, остатки пищи, и все это тоже может вызывать неприятный запах изо рта. Особенно чаще всего это родители замечают по утрам, когда ребенок только проснулся. Следующей причиной, и достаточно часто встречающейся, потому что наши детки, к сожалению, часто болеют, является наличие каких-то патологических процессов в носоглотке. То есть это хронический аденоидит, это частые вирусные, либо бактериальные заболевания, сопровождающиеся насморком, кашлем, либо ларингиты, танзелиты. Все это тоже за счет большого скопления слизи и микроорганизмов в носоглотке может часто давать неприятный запах изо рта. Если ребенок болеет часто, то со временем у него может сформироваться такая вредная, скажем так, привычка, как ртовое дыхание. То есть силу того, что ребенок часто не может дышать носом, он привыкает дышать ртом. И часто это происходит именно в ночной период, и ребенок спит, соответственно, с открытым ртом. Соответственно, состав микрофлоры в полости рта тоже меняется, и отсюда по утрам тоже может быть неприятный запах. Часто галитоз встречается у детей с какими-либо нарушениями, либо заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Там достаточно большой список этих заболеваний. Это могут быть и заболевания желудка, и заболевания печени, кишечника. Но все это тоже может проявляться именно таким образом. И очень часто это бывает. Это иногда бывает вообще первым симптомом, на который либо родители, либо стоматолог может обратить внимание. И тогда, конечно, здесь уже нужна будет помощь педиатра, либо какого-то узкого специалиста. Так кому же стоит в первую очередь обратиться, если вы заметили у своего ребенка данные симптомы? То есть неприятный запах изо рта и по утрам. Первый доктор, к которому вы должны обратиться, это стоматолог. Ну, если мы не введем речь про детей, значит, это детский стоматолог. На приеме врач может провести осмотр и либо исключить какие-то стоматологические причины, либо, если он их увидит, то, соответственно, их устранить и дать вам определенные рекомендации. Если стоматолог говорит вам, что все в порядке, то следующий врач, к которому мы рекомендуем обратиться нашим пациентам, это педиатр. Педиатр сможет провести какие-то необходимые анализы, либо направить уже к более узким специалистам. Чаще всего это отоларинголог, гастроэнтеролог, и иногда мы еще направляем подростков к эндокринологу.